Программа «Своими глазами». Программа «Своими глазами» Программа «Своими глазами» Когда ты выходишь для этого в коридор Или когда ты специально продумываешь Какой-то лексикон, который обозначает Какие-то вещи А серьезно это используешь На протяжении длительного времени Или когда на ночь ты баррикадируешь Свой номер стульями Чтобы никто, пока ты спишь, не вошел Потому что у тебя там находятся Отснятые материалы Или когда действительно Про факту ты всегда носишь Отснятые материалы с собой в рюкзаке Куда бы ты не отправлялся Но это все вместе, конечно, создает какое-то напряжение, которое я, правда, не испытывал нигде никогда за всю свою достаточно объемную карьеру, опыт работы в разных странах, включая Кубу, Зимбабве, Китай. Расскажите в двух словах о фильме «В лучах солнца». Кому принадлежит идея, кто писал сценарий? Идея, конечно, всегда принадлежит автору. В данном случае мне. Я очень хотел сделать картину Северной Кореи. И, можно сказать, я об этом мечтал, не мечтая об этом, потому что все мы понимаем степень закрытости этого государства. И когда у меня случилась оказия начать переговоры с северокорейской стороной, я, в общем, шел на все их условия и требования. Такие, знаете, предложения, не подлежащие обсуждению. Поэтому это совместное производство, поэтому сценарий был написан северокорейской стороной. Хвост вилял собакой. Ну, конечно, я пытался каким-то образом отстаивать какие-то позиции. Что-то было учтено, что-то нет. Но, по сути, достаточно простой сценарий. У девочки, которая собирается стать пионером, как все дети в Северной Корее в день рождения Ким Чен Ира их принимают в пионеры. У девочки, которая получает первое свое ответственное задание в участие в большом празднике или параде, или празднике Ай-Иран, и становится участником этого парада. То есть, долгое время к нему готовится, репетирует, и в конечном счете становится одним из тысяч частей, пикселей вот этой большой картины всеобщего счастья, которые известны на весь мир и даже вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая живая картина. Ну, советские или российские граждане помнят это по Олимпийским играм, когда слезинка медвежонка капала. Но в России это, конечно, жалкое подобие тех огромных картин. В общем, вот такой сценарий. Семья, быт. И, в общем, забегая вперед, скажу, что я и планировал снять картину по этому сценарию, потому что мне казалось, что сам этот сценарий, сама фактура позволит мне без двойного дна показать, в общем, истинную картину вещей. Ну, я бы сравнил, может быть, с картиной Лени Рефенштальт «Триумфоли», которая была абсолютно принята и использовалась третьим рейхом для своих целей. А сегодня во всем мире мы, зная цену, которую заплатило человечество за этот эксперимент, смотрим на эту картину совершенно другими глазами. И мой замысел авторский заключался в том, что эта картина должна была быть единой и для Северной Кореи, которая видит ее своими глазами, и для всего мира, который бы видел эту картину совершенно иным образом. Но из трех экспедиций, которые были прописаны в договоре, нам позволили побывать там съемочной группой только два раза, и, соответственно, тот сценарий не был реализован, договор потерял свою силу, и мы делали картину из того материала, который мы сняли в течение двух экспедиций. То есть вы нарушили условия договора? Нет, условия договора нарушила корейская сторона, потому что нас просто не впустили третий раз. Если бы третья экспедиция состоялась, получилось бы пропагандистское кино? Нет, конечно, но я же не столь наивен. Получилось бы кино, которое своим гиперпафосом было бы саморазоблачением системы. То есть я бы дошел до логического конца в этом корейском сценарии, который бы сам себя разоблачал. Я считаю, что материал позволял это сделать, и фактура жизни в Северной Корее позволяла это сделать. Но в отсутствии этой мощной доминанты мы стали делать другую картину, которая в каком-то смысле объясняет, как работает система. Мы стали использовать в монтаже те кадры, которые снимали в тайне от сопровождающих, что, кстати, было очень сложно сделать. Действительно, я так вспоминаю, я снимал и в Кремле, и в Ватикане, и в резиденции Далай-Ламы, и в колониях строгого режима. Такого контроля, как в Северной Корее, просто невозможно себе представить. Когда тебя привозят в гостиницу, из которой ты просто даже не можешь выйти, потому что ты имеешь право выйти из гостиницы только с сопровождающим. Когда твои сопровождающие селятся в гостинице рядом с тобой, и ты не можешь физически из нее выскочить. Когда пункт в договоре, который ты совершенно спокойно подписываешь, который гласит следующее, корейская сторона обеспечивает прохождение отснятого материала таможенный контроль, и ты, естественно, подписываешь это. А оказывается, на практике это значит, что они прямо в гостинице, где ты живешь, устанавливают специальное оборудование. И ты каждый день должен задавать им материал. И они просто уничтожают тот материал, который не проходит таможенный контроль. Ваши материалы, отснятые в течение дня, таким образом уничтожали? Ну, конечно, нет. То есть, они уничтожали ту карту, которую мы им давали. Просто у них в отсутствии интернета и в отсутствии понимания технологии, у них отсутствует понимание, что материал можно как-то скопировать, что его можно перейти на жесткий диск и так далее. Что даже на карте, которую мы даем, естественно, мы что-то старались снимать больше, чем они предполагали. Слушайте, но это так странно. Вы в самом начале... Я, кстати, правильно понимаю, что переговоры у вас по поводу создания фильма шли не напрямую с корейцами, а все-таки через нашу структуру, через Министерство культуры? Нет, нет. Шли напрямую. Да, шли напрямую с Северной Кореей, более того, я приезжал на ознакомление, на выбор натуры, как это называется. Это вот ваша первая экспедиция. Первая экспедиция, да. Всего я три раза был в Северной Корее на протяжении года. Кажется странно, сначала вы соглашаетесь играть по их правилам, а потом как-то втихаря что-то перекидываете на какие-то карточки. Нет, 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 понимаете. И начинаете обманывать добрый северокорейский режим. Нет, когда я снимаю кино, я всегда снимаю кино и снимаю все, что меня окружает. И пропитываюсь тем, что меня окружает, и собираю материал. Это уже такое как бы правило, которое, как я не знаю, как любой врач, начиная обследование пациента, меряет ему температуру. Нужно это, не нужно. Вот я как бы... Ритуал. Абсолютно. Поэтому, например, помимо всего прочего, я интересовался, конечно же, насколько позволяло мне условия северокорейской жизни, собственно, жизнью Северной Кореи. Я интересовался какими-то параллельными процессами. Я там смотрел прессу, я смотрел телевидение. Более того, мы специально привезли такую установочку небольшую, которая нам позволяла скачивать северокорейское телевидение на жесткий диск в режиме нон-стоп. Просто для того, чтобы, а, можно было потом его просматривать, когда мы уже приехали там со съемок, а, б, чтобы просто это было для, ну, какого-то более глубинного понимания того пространства, в котором ты живешь. Потому что, нужно сказать, что это запрещено в Северной Корее, как многое-многое другое запрещенное в Северной Корее. Ну, например, вот что мы прятали от северных корейцев, и что, конечно, удивит нормального здравомыслящего человека. Там, например, запрещено снимать лики вождей, на которые падает тень. А лики вождей, насколько я понимаю, они везде? Ну, просто тотально везде. То есть, там есть закон. Нельзя, например, снимать кадр, когда лик вождей фрагментарно в кадре. Или нельзя снимать панораму, которая не заканчивается на лике вождей. То есть, нельзя панорамой проехать. Вот панораму там, как бы, делаешь по городу, и там где-то вот лик вождей. Вот нельзя ехать дальше, когда он закончился. Нельзя снимать, когда на них падает тень. Ну, совершенно естественно, ну, ты снимаешь 12 часов. У него падает тень. Ну, что тут делать? Запрещено. Этот кадр не проходит цензуру. То есть, мы не снимали... Хочу понять меня правильно. Прежде всего, в Северной Корее нет какого-то там... Ну, по крайней мере, в Хеньяне я не видел какого-то там тотального голода, каких-то попрошай, там, и спящих на улице людей. Что есть, как вы знаете, во всем мире, и даже в какой-то самой благополучной Швейцарии. Ты совершенно, вот, в Женеве, там, сколько раз я видел бомжей, там, с тележками. Ничего такого в Северной Корее нет. Все формально, прекрасно. То есть, ходят... Формально. Ну, формально в том смысле, что... Просто из ваших прежних интервью я понял, что вас конкретно в Северной Корее, в Пхеньяне ждали кругом Потемкинские деревни. Нет. Потемкинские деревни в том смысле, что вот ты видишь улицу, ну, чистая улица, ну, какое-то, так сказать, здание нормальное, ну, современное, там, построенное, условно говоря, там, в 70-е годы. В принципе, раньше, говорят, не стояли посты, нельзя было заходить во двор. Сейчас иногда нам удавалось проскочить через двор. Иностранцам имеется в виду. Иностранцам, конечно, да. И ты видишь, что, оказывается, этот дом отапливается какими-то дровами. Там есть специальные такие, значит, как бы топки. И вот сидят люди, палят дрова, которые там, значит, подходят, это электричество, то есть, это тепло вверх. Я сейчас объясню, что вообще подразумеваю под словом фейк. Ну, например, когда в первую поездку мне дали возможность из пяти девочек в течение буквально, там, 10 минут выбрать героиню фильма. Должен заметить, что героиню документального фильма я выбирал в тот момент, когда сценарий этого фильма был уже написан. То есть, был написан сценарий с историей, с какими-то отношениями людей, с болезнью одной из девочек, которая вывихнула ногу, занимаясь танцами, попадает в больницу. То есть, мы, получается, за полгода до съемок выбирали девочку, которая через полгода должна была вывихнуть ногу и попасть в образцово-погазательную больницу. Ну, такой абсурдизм абсолютный, но тем не менее. Так вот, я успел за это время задать им по два вопроса. Кем работают их родители? Потому что в сценарии было написано, что работа мамы – работа папы, без указания конкретики. И где она живет сама, эта девочка? Вот выбрал я, собственно, не по каким-то физиономическим или актерским данным, а выбрал девочку, которая сказала, что у нее папа работает журналистом. И я тут же смекнул, что журналист – значит, возможность еще куда-то дальше пробраться с ним по работе в какие-то пространства. А мама работает в заводской столовой, что тоже мне показалось интересным, как люди едят, что они едят, так сказать, ну и так далее. А девочка живет… Тем более, есть некое такое представление о Северной Корее, что там вообще ничего не едят. Да, и второй вопрос, где она живет, она ответила, что живет в однокомнатной квартире, ну, маленькой квартире, с мамой, папой и старшим поколением, в районе вокзала, тоже такой, так сказать, район, ну, я его видел. В столице? Ну, в столице, нет, ну, естественно, в столице, естественно, это в столице, она в лучшей школе города и так далее. Но, когда мы уже приехали снимать непосредственно, вдруг выясняется, что папа из журналиста превращается в инженера на образцово-показательной фабрике швейной. И я понимаю, что я эту фабрику, а, видел во всех журналах Корея, я видел в других телерепортажах из Кореи. Мама оказывается сотрудницей также образцово-показательной фабрики по изготовлению соевого молока, который, кстати, подарил Северной Корее кореец из Японии. И тоже эту фабрику я видел во всех пропагандистских материалах. Девочка с родителями оказывается в огромной трехкомнатной квартире в самом красивом месте Пхеньяна. Ну, это без преувеличения, там, с видом из окна на памятник идеям Чичхе. Но, когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, что они там чувствуют себя как-то неестественно. Ну, не их дом. Ну, то, что это не их дом, это понятно. Для меня вопрос другой. Их вообще переселили в эту квартиру, потому что их стали снимать в кино? То есть, ну, может быть так, что, знаете, снимают в кино, давайте-ка мы им дадим квартиру хорошую, и они будут в ней жить. Или их перевозили на съемки. Вот на этот вопрос я ответственно ответить, конечно, не могу. Но факт заключается в том, что в шкафах, куда я без спроса, прошу прощения у всех, кого это пока робит, заглянул в шкафы, они оказались пустыми. Ну, в общем, и потом ты чувствуешь, в этой квартире живут или не живут. Хотя, по факту, там стояли фотографии на полочках, то есть, ну, как-то так было поработано. В том числе, что любопытно, вот этот журналист, который превратился в инженера. Ведь, собственно, на этой фабрике все понимают, что он не инженер. Более того, по всей вероятности, там нет даже такой должности. При этом никто глаза мне не повел, когда он, так сказать, там выполнял какие-то обязанности. Все ему аплодировали там в определенных сценах, когда там была сцена, что все его поздравляют, что у него дочь стала пионером. И на доске почета на фабрике он висит на первом месте, как инженер с цветами. Ну, понимаете, это вот как-то все вместе. Притом, что, знаете, еще что скажу? Я был в странах куда более бедных, чем Северная Корея. Ну, Зимбабве чего только стоит там, я не знаю. Ну, и Куба, в общем, не сказать, что процветающая страна. Да и в Бразилии, и в Мексике я был бы. Они даже, может быть, в Северной Корее живут формально, ну, или внешне, или, так сказать, вот... Ну, как-то, ну, уж не так плохо. Там страшно другое, что они живут, на мой взгляд, это моя оценочная категория, что они живут абсолютно чужой жизнью, абсолютно в несвободном обществе. Они вообще не могут принимать никаких решений и не могут... Ну, так сказать, это абсолютная, как бы, какая-то... Подавленная воля. Абсолютно, да. Наверное, передается еще из поколения в поколение. В этом фокус. В этом, кстати, главный фокус, потому что, скажем, я делал картину на Кубе и прожил там более трех месяцев. И на Кубе, прежде всего, было немалое количество жителей, которые на своем личном опыте знают, что такое Куба до революции. Потом все-таки Куба при всей закрытости, все-таки большое количество иммигрантов, беженцев, и там какая-то вольно-невольно существует связь с внешним миром. Да, конечно, на Кубе тоже весьма определенным образом рассказывают о реальном положении вещей за пределами острова свободы. Но, тем не менее... Куба меняется. Ну, я был в 2009 году, поэтому Куба с тех пор, видимо, сильно поменялась. Я, кстати, хочу съездить, посмотреть степень этих изменений. Ну, в конце концов, на Кубе есть жвачка, джинсы, проститутки. Ну, точнее, не проститутки, а девушки, которые зарабатывают на хлеб телом. То есть, есть диссидентское движение, есть комитет белых вдов, есть, ну, и так далее, есть культура, кино, литература и так далее. Ничего подобного в Северной Корее нет. Вот это я могу ответственно сказать. Слушайте, диссидентов вам вряд ли могли показать. Понимаете, их вряд ли могли... Я, насколько понимаю, вот читал ваше интервью, и вообще такая распространенная практика, когда кто-то приезжает в Северную Корею, там сразу к человеку представляют сопровождающего. Вряд ли сопровождающий вам рассказывал, а вот этот квартал у нас, он славится тем, что здесь прям живут самые такие серьезные оппозиционеры. Это верно, это верно. Но на Кубе тоже у нас были сопровождающие, но как-то все равно эта информация просачивалась. Я уже даже не помню. Мы даже в Гаване как-то чуть ли не наткнулись на манифестацию этих белых вдов. Потом как-то в разговорах звучало вот этот термин «борода». Это такой достаточно запрещенный термин, обозначающий Фиделя Кастро. И, в общем, все равно, так сказать, ну, какие-то такие... Ну, ты чувствовал, что там существует двойное дно. Но в Корее таких намеков даже нет. Нет, нет абсолютно. Виталий Манский, документалист, и, в частности, режиссер фильма «В лучах солнца», и как раз о съемках этого фильма в Северной Корее, мы сегодня говорим в нашем эфире. Вам удалось поговорить с теми, кого вы снимали, и с какими-то другими простыми жителями? Ситуация следующая. Мы, вообще говоря, сначала втайне, потом это как бы стало явным, привезли в качестве звукорежиссера нашей группы, не звукорежиссера, а преподавателя корейского языка Московского университета. Слышный обман. Потому что я уже, понимаете, я уже просто до съемок был две недели в Корее. Я был готов во всеоружие, скажем так. И мы, конечно, по крайней мере, какое-то время знали, о чем они говорят, предполагая, что мы их не понимаем. То есть у вас был официальный переводчик корейской страны, и ваш звукорежиссер, по кавычку, да, который переводил. И вот удивительно, что они, в общем говоря, ничего такого секретного не говорят. То есть у них все разговоры очень простые. Просто дают без комментариев какие-то указания. Там есть определенный ранжир вот среди сопровождающих нас людей. А нас сопровождало только близкий круг сопровождения семь человек. Это когда мы снимали, скажем, в квартире, ну, в каких-то локальных пространствах. Квартира, школа. А когда мы снимали на улице, ну, таких съемок было очень мало. Там еще привлекались дополнительные силы, когда просто перекрывался этот район, квартал, ну, и так далее. То есть очень простые, несложные разговоры. Сделай, принеси, пойди, скажи. И так далее. Что касается общения с героями, общения через переводчика, ну, ты, допустим, пытаешься задать вопрос, тебе сам переводчик говорит, что сейчас не отвлекайте, или сейчас не время. Куда бы я ни приезжал, всегда, как бы там ни было, даже если существует языковой барьер, всегда тебя пытаются о чем-то спросить. В каком городе живете? Если у вас дети... Ну, я не знаю, какие-то простые вещи. Ни разу герои фильма... Ну, хорошо, девочка, допустим, 8 лет, она может, ну, стесняться. Но родители, взрослые люди, они ни разу нам не задали ни одного вопроса. За все время работы. Ну, нужно понимать, что такое все время работы. Ну, все жестко регламентировано сценарием. Вот эпизод в квартире. Он, там, короткий, но эпизод, там, девочка смотрит на... Ну, он не вошел в фильм, там, девочка смотрит на календарь, пальцами, значит, считает, сколько дней до приема в пионеры. Вот ты приезжаешь, они сидят, тебя ждут, так сказать, вот календарь, пожалуйста, висит. Вот, пожалуйста, снимайте этот эпизод, как девочка пальцами считает. Ты говоришь, ну, подождите, ну, я хочу там... Ну, давайте, девочка сама захочет подойти. Ну, давайте... Или какой-то устроить разогрев, чтобы она как-то жилась. Нет, 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 все, вот все. Мы людей тут сняли, у них очень... Они очень заняты, девочку сняли оттуда, этих оттуда. Все, быстро снимайте, как она считает, пальцем. Вот, что вам надо? Вот календарь, вот девочка, вот... И ты, как бы, тратишь огромное количество времени и энергии, чтобы объяснить, ну, слушайте, давайте мы снимем, как девочка там, ну, елки-палки, ну, просто там, ну, сидит за столом, там, что-то читает. Ну, ладно, после там, часовых переговоров. Ну, ладно, давайте, вот что она читает? Вот это она читает, вот снимайте. Это, конечно, совершенно... И в этой ситуации предположить, что они что-то еще тебя спрашивают, просто невозможно. Ну, был момент, мы, кстати, в машине как-то долго сидели и ждали. И я как-то пытался их о чем-то спросить уже, но так ситуация сложилась, что вот они, вот мы, вот машина и всего два сопровождающих. Нереально. То есть, ты спрашиваешь, они как-то, так сказать, ну, что-то сказать, говорят там, типа, как вы живете? Хорошо. А сколько часов вы работаете в день? Не отвлекайте их, они сейчас там, пожалуйста, не отвлекайте их. Все. Точка. Вот простые жители, они все такие? Или только вот эти вот люди, с которыми вы чаще всего общались, за счет того, что они были под пристальным вниманием местных специалистов? Простые люди, понимаете, вот я скажу следующее. Мы несколько раз, за достаточно длительный период времени, несколько раз нам удавалось уйти от сопровождения, так скажем, мягко. И мы попытались что-то либо посмотреть сами, либо даже что-то снять. Потому что мы снимали, в том числе, и у нас были маленькие фотоаппараты, достаточно приличные, дающие качество. Мы попытались вот что-то такое снять. Просто я подчеркиваю, это в отсутствии мобильной связи, в отсутствии какой-то такой мощной координации. Ой, слушайте, а мобильной связи нет в принципе, или она только для избранных? Там я иной раз видел людей с мобильными телефонами, но выяснил, что там существует какая-то внутренняя связь, это для очень, так сказать, избранных людей. По крайней мере, вот у нашего сопровождающего была мобильная связь, он постоянно докладывал о происходящем, там куда-то еще выше. Но суть такова. Вот ты как бы выскочил из гостиницы, а мы жили в самом центре города, но ты как бы куда-то попал, вот в какие-то там соседние улицы. Люди, прежде всего, сами люди, обычные прохожие, тебе препятствуют твоей съемке, но нужно понимать, что ты же, мы же тоже не идиоты. Там есть, конечно, какие-то бараки, есть какие-то такие непригадные вещи. Мы на них даже внимания не обращали. У нас картина, кстати, в следующем году, я надеюсь, выйдет в Россию. Все смогут посмотреть и убедиться, что у нас не картина, изобличающая какой-то низкий уровень жизни в Корее или еще что-то там такое. Ну, просто ты хочешь снять, я не знаю, автобусную остановку. Или как люди читают газеты. Вот там очень распространено, вот эти, значит, уличные. Ну, читают люди газеты. Вот они видят, что ты достал фотоаппарат, и обязательно кто-то подойдет, встанет, начнет перед тобой махать руками. Через буквально там 5-7 минут запыхавшиеся твои сопровождающие. Что же вы, почему вы вышли из гостиницы? Вы что, хотите проблемы? Вы что, хотите, чтобы мы прекратили съемку? И ты стоишь как дурак. Ну, с одной стороны, ты ничего зазорного не сделал, с другой стороны, вот абсолютная какая-то ЧП. Ну, в их представлении, в представлении простых жителей, вы, наверное, как шпион. Ну, там, в принципе, человек без сопровождения, то есть, иностранец без сопровождения, это шпион. Вот, я так полагаю. И, кстати, иностранцев очень мало. Нужно сказать, что в период с, по-моему, начала ноября до начала марта, середины марта, Северная Корея вообще закрыта для посещения иностранцами. А вот последняя наша поездка, которая была в апреле, на день рождения Киммерсена уже, в принципе, иностранцы были, но мы их уже всех узнавали в лицо, потому что это было 3-4 группы иностранцев, там человек по 10-15 в группе, и мы постоянно с ними пересекались на различных объектах, куда нас возили маршрут весьма определенный, даже улицы определенные, по которым возят иностранцев. Вот один раз улица, это была перекрыта репетицией какого-то очередного митинга, нас повезли там параллельные улицы. Но это, ну, тоже не ужас-ужас, но совершенно другое зрелище. Давайте сейчас сделаем перерыв на несколько минут. В программе «Своими глазами» сегодня Виталий Манский, режиссер и президент фестиваля «Арт-дог-фест». И Виталий Манский рассказывает о том, как снимал в Северной Корее свой фильм «В лучах солнца». Оставайтесь с нами. Программа «Своими глазами». Программа «Своими глазами». Продолжаем программу «Своими глазами». Сегодня в нашей студии Виталий Манский, режиссер и президент «Арт-дог-фест». И Виталий рассказывает о том, как снимал свой последний, пока что крайний фильм. Ну, крайний. Сейчас я уже монтирую картину, которую на Украине в течение всего года снимал. Лента ваша называется «В лучах солнца». И снимали вы ее в Северной Корее, вот как раз о Северной Корее и об этом съемочном процессе сегодня. Я, насколько понимаю, вы были только в Пхеньяне или удалось посмотреть другие города? Есть ли какой-то там контраст? Я действительно был только в Пхеньяне. Из города мы вообще, съемочная группа, не выезжала. А я выезжал из города, когда ездил на ознакомительную поездку. Меня возили на какую-то там плотину, гордость, стройка пятилетки и еще куда-то. Но, в принципе, они же знают маршруты, по которым они возят иностранцев. Там можно увидеть, что где-то на горизонте какие-то бараки. Ну, видишь, что, конечно, жизнь за пределами Пхеньяна крепко, поскромнее. Но сказать, что она там лучше, чем некоторые деревни Вологодской области, я бы не сказал. Ну, может быть, бараков нет. Там все-таки вот есть эта барачная, так сказать, культура. Но она есть и в Китае при всем при том. Но никаких трудовых лагерей, о которых так много пишут или там еще чего-то такого, я не видел. И, опять же, повторюсь, я нигде не видел ни нищих, ни голодных, ни попрошаек, никакой уличной торговли. Да больше того скажу, я не видел ни одной кошки, ни одной собаки и даже птиц не видел в городе. Может, от вас прятали? Нет, от вас точно не прятали. Я вот видел на многих балконах клетки с голубями, но это не клетки голубятников, это не голубятни. Что делают голуби в этих клетках на балконах, я не знаю. И фантазировать не буду, оставляю право фантазии радиослушателям. Есть какая-то странность, понимаете. Когда время проходит, ты начинаешь как-то вдруг, что не так, что не так. Это не так. Как один, кстати сказать, документалист, который снимал датский картин, я не знаю, что там со мной, а его-то прокляли на веки вечные, он заметил, что на улице нет инвалидов. И сказал это там прям в фильме, сказал сопровождающему. И удивительным образом там через неделю туда, куда его стали возить, там стали появляться инвалиды. Понимаете? Но отсутствие инвалида на улице тоже ни о чем таком не говорит, как отсутствие кошки и собаки. Но в целом, когда все так выхолощено, и все так прекрасно, а при этом у тебя так много вопросов к этому прекрасному, то начинает просто, знаете, какой-то ультразвук. Все хорошо, а этот ультразвук, и у тебя начинает просто болеть зубы. Вот такое ощущение, что ты находишься в пространстве с каким-то ультразвуком. Я, насколько понял из ваших прошлых интервью, много было для вас специально, или, может быть, для других иностранцев, которые, в частности, снимают тоже какие-то фильмы, сюжеты. Были выстроены декорации и готовились установочные какие-то сцен. Да, конечно, нет. Это совершенно естественно. Я могу привести массу примеров. Например, вот не вошедший в фильм, ну, просто там были примеры, настолько меня по-человечески ошарашивающие, что я даже терял квалификацию и просто даже не мог их превратить в какие-то развернутые сюжеты. Ну, например, там в определенный день, кстати, этого не было в сценарии, потому что я постоянно просил их, давайте что-то добавим того, чего нет в сценарии, давайте что-то добавим, добавим. Вот добавили, в определенный день привозят на ипподром и выводят к нам наших героев. У меня есть где-то эта фотография, и чуть-чуть мы сняли все-таки. На девочку сшили костюм наездника, ну, просто как влитой, с кепочкой, с этой тростью, с сапогами, белые, белоснежные эти, значит, как они, гольфы, или как это вот наездники, вот эти штанишки. Мать в таком же костюме с какими-то золотыми пуговицами. Отец. Я просто, вы знаете, я просто обалдел. Ну, это вот выше... Я насколько обалдел, что это, ну, ребят, ну, вы что хотите со мной делать, но это уже, ну, это за предел какой-то. Жалею. Жалею. Конечно, надо было снять. То есть, это сколько примерок, сколько их же еще там учили на этих лошадях, то есть, сколько этих бедных людей, которые никогда в жизни... Ну, это просто какой-то абсурд в кубе-квадрате там, в цатой степени. Да, и еще, вот я сейчас скажу о таких, может быть, более сложных вещах. Вот, например, мы снимали в школе, это образцово-показательная школа, конечно, имени Киммерсена, там прекрасные архитектуры, с огромным-огромным фойе, там такой, как бы, атриум, этажи, огромная, значит, мозаика, молодой Киммерсен. Мы снимали в феврале. Огромное бетонное здание. Я сейчас даже не знаю, как интригу, чтобы поддержать, с какого конца тут начать. Мы снимаем в классе, дети сидят на уроке, ну, там есть, естественно, мужские классы, женские классы, но это... Они раздельно. Да, они раздельно. Сидят, значит, девочки в классе, платьице, галстук, и все. А ты при этом, вот я на этой съемке, тоже, простите, ради бога, за подробность, у меня было двое штанов. Так холодно, мороз. Я одел джинсы, а на джинсы одел брюки, одел три рубахи на себя, сверху свитер, куртку, шапку, перчатки. Потому что это просто холодильная камера. Абсолютная холодильная камера, потому что это здание не отапливается. Там просто физически нет батарей, как таковых. Просто вот нету их, нет труб, нет батарей. Не то, что выключено отопление или еще что-то. Вот для меня парадокс заключается даже не в том, что нет батарей, а в том, что детям не холодно. Ну, может быть, их специально как-то позвали, ну, не знаю, скинули с них какие-то тулупы, чтобы вы сделали удачный кадр. Нет, секундочку, тулупы скинули. И это мы видели, даже мы сняли. Как дети, потому что в соседних классах все дети сидят в зимней одежде, в шапках, а в классе, где мы снимали, всю одежду... И мы успели снять момент, когда с них снимают эту одежду, как там девочка одна просто накрыта с головой, ну, не шубой, а такой курткой. Но всю эту одежду унесли, и они остались без одежды. То есть, они остались в этих платьях. Меня пробирало до костей. Мы снимали два урока подряд. А сколько там температура, по вашему ощущению? Нет, ну, не холодно. Ну, допустим, там минус 15, ну, 10. Ну, нет, ну, то есть, не минус 40. Ну, какой-то там... Нет, нет, я сейчас не буду врать. Градусника у меня не было, а потому что так было холодно. Но окна были заиндивили. Поэтому, ну, какая? Ну, какой-то минус. Но фокус, я повторяю, не в этом. Фокус в том, что дети не... Ну, как? Ну, мы там подсняли какие-то вещи, что у них там пар изо рта идет, что они там, значит, руки как-то мнут. Ну, никакого сопротивления, и учительница такая-такая вся у нее от этой измрази прямо румянец. Ну, как-то вот ничего. И еще, да, кстати сказать, вот нам показали эту школу. Я в школе, например, нигде не увидел столовой, то есть, где дети едят. Вот просто такого инструмента, как столовая, там не было обнаружено. А в первой или там... С собой приносит в контейнер. Не видел. И потом, что приносит? Верезь, не знаю. Но в первый, по-моему, съемочный день я так сглупил, что ли, мне было очень холодно. И я говорю, слушайте, чайку можно это сообразить? И вижу такое изумление на глазах у этого сопровождающего. Такое, значит, ну, как бы, ну, как откажешь заморскому гостю? Они исчезают минут через сорок. И когда я сказал чайку, я имел в виду, конечно, себя, съемочную группу сопровождающих. Ну, может быть, там еще... Мне приносят стакан один. Один стакан, не чай, там, какого-то напитка. Он еле-еле теплый. И, понимаете, когда тебе одному дают стакан, вокруг тебя люди. Ну, я так, ну, в общем, больше я никогда не позволял себе такой больности. Да. Но при этом мы сами-то там хорошо питались. Потому что там есть в гостинице и в нескольких еще гостиницах есть валютные рестораны. В общем, вкусно и недорого. На что, похоже, еда? Это какие-то, не знаю, советские столовые, санатории? Нет, 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 нет. Нет, очень приличная еда, корейская кухня. Где-то вот обед или ужин там в пределах 10 евро. Расплачиваешься в евро. Мы попадали в несколько еще мест, где мы видели людей, которые, ну, как-то что-то едят за деньги. Просто мы не знаем, за какие. Один раз меня еще в первую поездку отвели в как... Подождите, я не понял. А что значит ели за деньги, а там как обычно едят? Обычно я не видел, как едят. А, вот в этом вопрос. Да, да. Вот просто, например, наши сопровождающие с нами целый день. Я ни разу не видел, чтобы они ели. Вот ни разу. Более того, они в гостинице с нами. Мы вот ходили на завтрак. Ну, завтрак такой весьма своеобразный, смешной. Я его фотографировал, этот завтрак. Очень смешной. Такой вот, действительно, из какой-то санатория там какого-нибудь 75-го года. Вот. Но никогда они не ели с нами. Никогда. То есть, я никогда их не видел. Процесс поедания пищи, кроме нескольких раз, когда мы их приглашали, я больше не видел, как эти люди едят. Я не знаю, где они живут. Я, допустим, спрашиваю, ну, как, ну, два месяца, это 24 часа в сутки с тобой человек. Ты говоришь, ну, слушай там, Ким, а где ты живешь? Я живу там. Давайте не будем отвлекаться от съемок. Ну, где там? Ну, жена есть? Ну, ладно, потом. Ну, все. Вот как-то так. Можно ли расплачиваться карточками? Есть ли там какие-то такие платежные системы? Банки вообще? Нет, нет. Значит, там даже есть такой инструкции, что ли. Нужно брать не доллары, а евро. Расплачиваться можно в евро. Тебе дают сдачу, как правило, норовят дать китайскими юанями. Но иногда и евро дают сдачу. А местные деньги? А местные деньги иностранец не имеет права держать в руках. Руки, что ли, отрубят? Нет, ну, не имеет права. Ну, вот там очень многое, на что ты не имеешь права. Это вот не обсуждаемо. Ты не можешь их деньгами заплатить, у тебя не могут их деньги принять, и точка. И вот все. А еще какие ограничения, расскажите? Ну, приезжаешь, у тебя в аэропорту забирают паспорта. Без паспорта ты не можешь выходить из гостиницы. Кстати, гостиница, ну, такая тоже райцентр, 70-е годы, но очень недешевая. То есть, гостиница стоит там что-то 100 с лишним евро в сутки. Оплачивали сами? Мы вообще всю картину сняли за свои деньги, мы платили северокорейским партнерам деньги за их участие в проекте. То есть, это все полностью было... Даже визы платили. Ну, казалось бы, смешная штука. Ну, визу вы можете в свою страну дать бесплатно? Нет, будьте любезны, 100 евро за визу. То есть, все, что вам дала Северная Корея, это возможность поснимать? Да, да. Ну, и то весьма условно, да, весьма условно. Ограничения еще скажите? Ограничения? Мобильные, насколько я знаю, тоже отбирают. Ну, понимаете, их могут не отбирать. Вот у нас в конечном счете мобильные не отобрали, но они просто... Ну, как, это мобильный превращается в гаджет. Ну, как, ну, нет сети. А. Ну, то есть, ну, да, у тебя есть мобильный. Калькулятор. Да, калькулятор, фотоаппарат. Вот. Но это была большая такая, кстати, такой жест. Ну, они понимали, что раз у них камера, ну, что, ну, уж мобильный. Что еще запрещено? Да, собственно говоря... Ну, так вот, вы, например, выходите из номера. Из номера я выхожу. Сопровождающими куда? Собираетесь сделать какое-то действие? Вам говорят нет. Нет, ну, прежде всего, все нужно согласовать. То есть, я хочу пойти там погулять. Куда? Давайте определим маршрут и время. Ну, вот, в принципе, погулять. Нет, нет, давайте определим маршрут и время. Ну, я хочу пойти в парк. Хорошо, мы поставим в план на следующей неделе, поедем в парк. Да я не хочу, поедем в парк, я хочу в парк. Нет. Мы поставим в план, и мы поедем. Ну, приездили как-то нас в парк. Я даже в него не пошел, потому что я вижу. И да, и мне же рассказывали люди. Я, естественно, прежде чем там оказаться, я справлялся у тех, кто туда ездили не снимать, а в так называемых чучкейских бригадах. А кто такие? Ну, это вот люди, которые либо искренне, так сказать, разделяющие взгляды идеи чучкей, либо под прикрытием этих проектов. Можно в Москве записаться. Я это знаю с пересказа, поэтому могу тут путаться. Какой-то кружок чучкей при посольстве северокорейском нужно посещать лекции. И потом, если все у тебя там нормально, ты получаешь возможность поехать как раз на эту апрельскую весну или летом на тоже там большой праздник. Поехать, и тогда тебя даже селят в гостинице бесплатно, то есть перелет за свой счет. Ну, какая-то такая штука. Тебя там возят по определенному маршруту. Ну, там, например, день посещения лавочки, на которой там Ким Ир Сен что-то там посмотрел на восход солнца. Тебя 4 часа везут туда, подводят к этой лавочке. Ты, значит, там у нее 15 минут постоял, 4 часа назад. Все, день ушел. Посещение парка. Тебя, значит, завозят на территорию парка. Там по этому парку гуляют люди. Они, значит, водят хороводы, перетягивают канаты. Территория огорожена. Ты с этой территорией уйти не можешь. Ты день проводишь на территории парка. Там же тебя отвели, покормили. В общем, так сказать, ну, вот день в парке. Потом еще день там вот везут на эту плотину. В магазин. Ну, тебя заводят, значит, сначала в этот знаменитый униермах номер 1, в котором я был. Ну, это униермах, который меня тоже тут же отвели. Я знал какой-то курс там реальный. Смотрю. Ну, как бы понятно, что ассортимент так себе. Но, в общем говоря, там какая-то детская обувь, какие-то полотенца, какие-то штаны, какие-то там велосипед. Ну, что-то есть. Перевожу по курсу. Ну, получается вообще там 5 долларов велосипед. Ну, как какие-то такие. Думаешь, ну, ладно, ну, хорошо. А потом, когда ты уже время-то там провел, и когда я достал, честно говоря, деньги корейские, и думаю, дай-ка я пойду, ну, конечно, не велосипед. Я решил купить тетрадки, просто дарить друзьям там такие очень смешные тетрадки из красной кожзаменителя обложки. Ну, в общем, с какими-то там, значит, лозунгами. Нереально. То есть, я пошел с нашей переводистой. Она по-корейски говорит там. Они не продают ничего. Ну, просто не продают. А потом начинаешь смотреть, ходят по универмагу люди, ну, мы там провели, наверное, минут 30 в этом универмаге, ну, сопровождающими. Ходят, все смотрят, никто не подходит, не покупает. То есть, это такой универмаг, как... Там есть, кстати, мы покупали, да, чтобы тоже было понятно, там есть посольский городок, куда мы ездили. И там мы были в продуктовом магазине, там покупали продукты, которыми в основном, кстати, и питались. Мы в номере себе там что-то готовили. Ну, цены, в общем говоря, такие среднемосковские, ничего особенного. Но что любопытно, те люди, которые пытаются... Я много читаю про Северную Корею, в том числе такие панигирики или такие опровержения. Вот, смотрите, вот эти либералы, вот они клевещут, а вы вот посмотрите, как на самом деле. И в том числе мне постоянно показывают этот магазин в посольском городке. Ну, просто его трудно не узнать. Или общий план этого универмага номер один. Ну, он действительно выглядит там, эскалаторы, так сказать, какие-то товары. Ну, ты пойди купи, или ты вообще зайди в этот... Пройди КПП в этот посольский городок, кореец. Ты вообще туда войди, или ты купи эту, там, я не знаю, эту банку консервов, которая стоит твоей зарплаты за полгода. Ну, то есть, да, конечно, при этом, вот повторюсь, что нет ни нищих, ни... Я думаю, что это тоже такой для меня очень важный сигнал, что, в принципе, свобода, она заключается еще и в том, что человек может свободно выйти и попросить милостыню. Я не могу предположить, что там нет людей, нуждающихся в какой-то помощи. Но их нету на улицах. Я считаю, что если бы они были, было бы куда лучше. Вот на Кубе есть девочки, там, 15-летние, которые обслуживают иностранцев. Это ужасно, безусловно. Но это говорит о том, что у них хоть что-то, там вообще ничего нет. Там вот просто какое-то абсолютно такое стерильное общество, без какой-либо чревоточинки. И это очень странно и страшно. Режиссер Виталий Манский в эфире «Их Москвы». Мы говорим про Северную Корею и про фильм Виталия Манского, который называется «В лучах солнца». С удивлением узнал, что в Пхеньяне, оказывается, есть метро. И у вас во время съемок был там довольно забавный, наверное, эпизод. Там есть метро, это большая гордость. Туда обязательно водят всех иностранцев. Не наши выстроили? Я полагаю, что наши строили. Оно действительно прекрасно. Забавно то, что в это метро водят... Ну, понимаете как, в Москве тоже иностранцев, вот насколько я знаю, туристические группы заводят на Площадь Революции. А выводят там, по-моему, то ли на Киевской, то ли на Белорусской. Но любой иностранец совершенно беспрепятственно может купить билет, зайти в метро и поехать, куда ему вообще вздумается хоть в Берелево-товарное. Здесь ситуация следующая. Иностранец может зайти только на определенные станции метро и выйти только на определенные станции метро. Другие станции метро он снимать не может, потому что это, как нам абсолютно официально заявили наши сопровождающие, является военной тайной. Потому что якобы все остальные станции метро это секретные объекты, бомбоубежище. И когда мы снимали эпизод, как наша героиня едет с родителями в метро, мы же снимаем кино, оператору нужно войти в вагон, взять экспозицию, поставить кадр. Мы, естественно, за эти две остановки не успели снять. И что вы думаете? Вот мы проехали две остановки, мы в сопровождении, мы не выйдем из вагона. Мы, так сказать, нам говорят, вы не можете дальше ехать. Я уже понимал систему отношений, я говорю, а я не снял, я не выйду из вагона. Полагаю, ну, сейчас мы поедем дальше. Ну, сейчас дверь закроется, и мы поедем дальше. Сорок минут этот поезд стоял, остановилось движение в Пхеньяне, метрополитена. Начались какие-то припирания, что вы не можете дальше ехать, туда-сюда. Я доказываю со своей стороны, что мы не сняли. И я понимаю, что если я выйду, я больше не сниму. Тогда в результате говорят, окей, сейчас мы перейдем на противоположный, сядем вагон, и вы снимете две остановки, как поезд идет в обратную сторону, ну, типа, вот еще две остановки. Я говорю, ну, да, но это тоже не вариант, потому что мы уже сняли этих людей, которые вот в этом вагоне сидят, и мы не можем снять сейчас других людей. Ну, это просто не монтажно. Говорят, ну, это-то как раз не проблема. И говорят, так, пожалуйста, обращаются. Встаньте, перейдите. И весь вагон встает. Весь вагон, не задавая никаких вопросов. Это было абсолютно, ну, просто, понимаете, крышу сносит, когда ты это видишь. Весь вагон, повторяю, встает и молча переходит в противоположный, стоящий, пустой вагон. И мы едем в противоположном направлении. Вы можете себе такое представить? В вагоне были все агенты или просто население настолько с рабским сознанием, что... Я не знаю. У меня вопросов после моей жизни в Северной Корее в 150 тысяч раз больше, чем до моей первой поездки, когда все было для меня понятно. Когда я себе предполагал некий запуганный народ, который по ночам мечтает о каком-то счастье, о каком-то высвобождении, о какой-то жизни, как в Южной Корее, ну, и так далее. Нет, ничего подобного. Они все, прежде всего, убеждены, что в Южной Корее живут бедные, несчастные люди, которых оккупировали американцы. И все, о чем мечтают южные корейцы, это прорвать эту 38-ю параллель и воссоединиться с счастливым северокорейским народом, естественно, на условиях жизни Северной Кореи, а не Южной. Это абсолютно убеждение. Поэтому, когда я читаю о перебейщиках, у меня вот большой вопрос, потому что, ну, бежали из ГДР, там, в ФРГ, так они знали, куда они бегут. А эти не знают, они просто не знают ничего про реальное положение вещей в Южной Корее. Поэтому они бегут просто в никуда. Они бегут, знаете, ну, как вот человек, ну, прыгает вот из корабля просто в океан. И там куда вынесет. Ваш фильм «В лучах солнца», где можно сейчас посмотреть, будет ли он в России в итоге? Сейчас фильм выходит в прокат в нескольких странах Европы. Вот 3 марта он выходит в Германии. Готовится прокат в Соединенных Штатах Америки. Но как раз в марте месяце мы начнем сложную процедуру получения прокатного удостоверения, чтобы фильм вышел в России. Если нам не будут давать прокатное удостоверение, мы будем судиться, потому что фильм не нарушает законодательство Российской Федерации. Если нам не дадут прокатное удостоверение, после проката в других странах мира мы выложим его в интернет для общего доступа. То есть, сейчас, если, например, на каких-то торрентах этот фильм есть... Бесполезно не сказать. Нету вообще. Общались ли вы с семьей, которая была героями вашего фильма? Потом как-то... Нет. Мы ни до, ни потом... Живы ли они вообще? Хороший вопрос. Значит, прежде всего, ничего, за что можно было бы им пострадать, семья не делала. Все, что семья делала, это прямые указания людей, которые организовывали съемки. Ничего за рамками указаний они не сделали. Поэтому никакой опасности у героев фильма, их жизни и прочее-прочее не должно быть. Более того, подозреваю, что девочку из-за съемок ее продвинули в разные там посты. То есть, она стала во главе своего отряда и так далее. То есть, ничего с ними не может произойти, но если не считать какое-то самодурство или верить в эти истории про расстрелы дяди Ким Чен Ын из пулемета противотанкового и так далее. Что же касается сопровождающих людей, они могут быть наказаны за то, что они проглядели, просмотрели. Но, в принципе, я не знаю ни одного фильма, снятого не корейскими кинемиографистами. Их, правда, немного. За последние 20 лет мы нашли 11 картин, которые бы хоть в какой-либо степени соответствовали тому образу Кореи, который желает видеть руководство Северной Кореи. Ну, если там всех сопровождающих после этого как-то расстреливают, ну, я там или что-то с ними еще делают, я тут не могу судить. А никакого адреса, ничего у нас нет, написать им невозможно, позвонить им некуда. Вот только остается следить за журналом Корея. Может быть, где-нибудь на очередных глянцевых фотографиях счастливой жизни я буду видеть своих героев. С Северной Кореи ваш фильм видели уже? Я им лично не показывал, поэтому не знаю. Поедете еще раз туда? Ну, вряд ли я над собой буду делать такие эксперименты. Спасибо огромное. Виталий Манский, режиссер, президент Артдогфеста и автор фильма «В лучах солнца» про Северную Корею. Как раз рассказывал о съемках этой ленты. Эфир провел Алексей Нарышкин. Спасибо. Программа «Своими глазами». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова